Здравствуйте, дорогие друзья! Вы снова на канале Мусторг, меня зовут Василий Руденко. И сегодня со мной в этой невероятной студии, где куча тарелок и различных инструментов, мой товарищ, друг и коллега Александр Потапов. Здравствуйте, Александр! Василий, привет! Всем привет! Интервью у нас, если ты смотрел какие-то другие, не только про барабаны, но еще про жизнь, музыкальную тусовку и вот такие прочие вещи. Давай начнем с самого начала, потому что я, кстати, вот не знаю. Как ты начал играть? Все просто. У меня мама была директором музыкальной школы, в которой был очень хороший педагог по ударным инструментам. И, собственно, она к нему меня определила. Если бы педагог был по другому какому-то инструменту, скорее всего, определили туда. В общем, так просто совпало. Я попал в класс ударных и меня, в принципе, даже хотели как оттуда забрать, потому что слышали, что поначалу у меня не очень все получалось. А сколько лет тебе было? Я думаю, что мне было тогда лет шесть или пять. То есть ты вообще прям стал? Ну, кроня, конечно. Понятно. Но тогда, естественно, речь не шла о установке. Тогда был только ксилофон, какие-то оркестровые перкуссии. Это была маленькая школа в Кировской области. Никаких вибрафонов, маримбы, ничего не было. И вообще я начинал на ксилофоне, который в виде трапеции. Супер олдскул. И потихоньку начал как-то развиваться. Вроде ничего получаться. Меня стали возить на конкурсы. Я съездил на конкурсы в Санкт-Петербург. И там я увидел настоящие инструменты. Типа эти двухрядные ксилофоны, маримбы. А я приехал со своей этой трапецией. И так, блин, вообще. Мы купили такой нормальный уже ксилофон. И дальше стало понятно, что мне нужно идти этим путем. Я поступил в Кировский училище искусств. И там где-то на втором курсе пришел чувак из джаз-клуба. И сказал, что, блин, у нас все уехали. Кто в Питер, кто в Москву. В общем, в джаз-клубе играть некому. Пойдешь. Я такой, а что? Нет. Но на тот момент я носил балахон «Король и шут». У меня были роскошные длинные волосы. И, в принципе, как играть какой-то джаз или что-то около того, я вообще понятия не имел. Я босановую как бы не мог сыграть. Ну, потихоньку тоже втянулся. И вот за пару лет вроде ничего так научился играть на установке. То есть, в принципе, на установке я начинал учиться сам. То есть, педагог, который был у нас в училище, он тоже больше как бы по оркестровым ударам. Вот. И останусь что-то там в джаз-клубе было супер. Там можно было приходить пораньше, оставаться позже. Там постоянно на большом экране были концерты. И тогда я увидел всех грейтов, там, Чемберса, Вейкла. В общем, в колаюту всех-всех-всех. Вот. И все наблюдал, смотрел, начал что-то снимать. Появились кассеты, которые были супер вообще перезаписаны. И непонятно было, что вообще за чувак там играет. Уже просто все такое изображение. Вот. И все. Я, значит, научился, что к чему. И поехал поступать в Санкт-Петербург. Уже, значит, в Университет культуры и искусств. Непосредственно на эстрадную кафедру уже как барабанщик. Вот, собственно, и все. Там отучился пять лет. Подзавис еще немножко, начал со всеми играть. В общем, в Питере я очень много играл. Очень много тусовался и играл. Как бы, учебой это все не назовешь. Вот. Но, как бы, Питер дал мне немножко другое. И конкретно этот университет. Он дал мне тусовку. Вот. Какие-то джемы. И, как по мне, это мне больше дало. Нежели бы я просто ходил бы от звонка до звонка. Я, как бы, посещал все предметы. Вот. И, собственно, сейчас перебрался в Москву уже восемь лет тут тусуюсь. Понятно. То есть ты когда начинал, если у тебя был Балахон, король и шут, значит, очевидно, ты, типа, слушал других барабанщиков, не Чемберсов, а всяких роковых. Да. А что, в твоем городе, типа, не отхватывал за Балахон? Ну, были моменты, конечно. Просто в моем городе не отхватывал. Правда, мне нирвана была. Не, ну, это в провинции, к тому же, было очень... Там привычная тема. Это привычная тема, да. Длинные волосы можешь выхватить. Не такая одежда выхватываешь. Вот это пройденный этап. Это нормально. Окей. Ну, в итоге, к чему все пришло? То есть ты, ну, там, начал, понятно, с рок-барабанщиков, слушал чуваков с более, там, простой, наверное, музыкой. Типа, фразировки. Да, я вообще слушал, ну, какой-то панк-рок просто. Угу. А потом, типа, тебя начинают... Тогда была группа Пурген, группа Чудо-Юда. Ну, вообще, ну, типа, Exploited, Sex Pistols. Я вообще другую музыку слушал. А потом, типа, ты в университете, получается, раз, тебя сразу начинают на джаз. Ну, там уже, да. И по итогу, что с тобой осталось? Какие у тебя любимые остались, чуваки? Блин, я не знаю. Я по-прежнему слушаю много разной музыки. И все это достаточно настроенческие, вот. И, типа, сегодня я вот сейчас ехал сюда, послушал новый альбом Казус Кома. Угу. Супер вообще, чуваки, молодцы. Вот. Сегодня моё чуваке супер зашло. Вчера я мог там послушать, не знаю, Билла Стюарта вполне себе. Вот. Меня вот так бросает туда-сюда, стараясь не зацикливаться на каком-то одном стиле. Давай поговорим о такой вещи, как, например, какой-то концерт первый или что-то, какая-то серьезная работа, когда ты такой выходишь и типа прям вот так вот. Было такое? Ну... Ну, когда груз ответственности уже появился какой-то, нет? Не просто школьная группа? Ну, сейчас вообще каждый концерт это как бы ответственное мероприятие. Ну, сейчас ты уже такой взрослый и сознательный, много уже пережил таких вещей. Да, но все равно я перед некоторыми какими-то гигами, я как школьник переживаю, и это нормально. Потому что, ну, планка определенная стоит, и, ну, мягко говоря, ты просто не должен обосраться, вот, должен сделать все нормально. Поэтому я всегда переживаю и всегда ответственно отношусь к этому делу. Угу. Крутяк. Есть какие-то артисты, с которыми ты хотел бы еще поиграть? Ну, типа прям, допустим, даже недостижимый, там, как Стейб Уандертон, я не знаю. Ммм... Ну, недостижимый, из ныне живущих? Да, не важно, на самом деле даже. Не важно, я бы с Хендриксом поиграл, конечно. Вот. Ну, там Митч Митчелл, да? Митч Митчелл, да. Скажи, есть какая-то база, которую ты играешь, допустим, постоянно, чтобы поддерживать себя в форме, или ты просто играешь и не паришься? Не, я периодически, когда есть время, я играю какие-то самые простые штуки, там, а-ля 2-2, там, через бочек, ну, как бы просто, чтобы держать в форме. Какие-то там рудименты, ну, на установке, не на резиночке, потому что что-то с резиночкой я вообще не дружу. Я тоже не люблю. Ну, не кайф. Ну, да. Так, ну, самые простые вообще штуки, там, не знаю, парадидлы, двойки, ну, просто основы. И, ну, да, там, если я понимаю, что у меня есть какое-то время, чтобы позаниматься, я прихожу на точку и, например, там, час-полтора сижу, играю эту базу, себе разыгрываюсь, а потом уже, как бы, ну, типа, занимаюсь над тем, чем нужно, там, какие-то, не знаю, партии разучиваю или что-то. Ну, ты с самого начала играл с опущенной пяткой, типа? Ну, походу, да. Да? Или уже не помнишь просто? Ну, я не обращал внимания на это никогда. Ну, то есть это не училище тебе сказал, эй, чувак, когда играешь свинк, надо делать-то? Не-не-не, вообще, это все само собой. Ну, сейчас я уже периодически, как бы, начинаю и так, и всяк играть, ну, я, типа, забил на ногу, ну, типа, она там сама что-то по себе работает, как-то вроде звук вышибается и нормально. Ненормально. Да. Пробовал переучиться там какие-то, сейчас уже куча всяких школ там, вот, но ни к чему это не привело. Все равно уже, как бы, когда ты себе поставил аппарат, там давно очень сложно переучить, и это надо кучу времени потратить, которого, естественно, нет. Вот. Ну, а если все выгребается, то, как бы, в чем проблема? Угу. Мне так удобно и удобно. Там, это касается всего, там, постановки рук, там, тоже нет такого понятия, правильно, неправильно. Удобно, да. А с малым барабаном, вот, ну, я не знаю, сейчас ты, короче, конечно, периодически стал уже опять высоко играть. Ну, я помню, что был период, у тебя ты прям постоянно на низких всегда играл. Ну, да, но одно время пошла такая, типа, назовем ее, мода на супернизкие барабаны. Вот. Ну, сейчас, да, уже начал подтягивать, очень невозможно, ну, надоедает просто один и тот же. Сейчас у меня вообще, ну, типа, в основном сете у меня уже три малых стоит. Типа, пикколо, какой-то средний, и я поставил супернизкий. Вот. Ну, это прикольно, это все краски, все можно использовать, интересно. Вот. Ну, такой, не меркательный вопрос. Деньги, когда ты стал зарабатывать музыкой уже? Ну, уже какие-то первые деньги, которые начали зарабатывать, это, пожалуй, я еще не поступил в училище, но я уже был оформлен в народный оркестр, как солист оркестра. То есть у меня там была трудовая. Вот. Потом следующая работа также у меня был симфонический. Вот. А когда... А, ну, там джаз-клуб, естественно, уже какие-то эти деньги. Ну, то есть вот примерно в возрасте, там, типа, 13-14 лет я уже начал первые деньги. Нас платят? Да. Класс. Старик, да. Небольшие, но элегантные деньги. Ну, понятно. Ну, то есть, типа, вот ты не работал на обычной работе никогда? Нет. Такой счастливый человек. Ну, возможно. Угу. Насущная тема. Все мы знаем, что Василий Вакуленко сделал отличный концерт в Петербурге. Скажи, какие эмоции ты испытываешь, когда видишь такие большие концерты и играешь их? Да, с Василием я сотрудничаю уже, наверное, лет пять. Вот. И... Да, в основном я с ним сотрудничаю из-за того, что удается поиграть на больших площадках. То есть мы там собирали и Олимпийский, была Ростов-арена. Какие-то там сумасшедшее количество людей. Вот. Это для меня всегда круто. Ну, прям, такие эмоции сложно описать. Там есть какие-то особенности, как ты играешь на больших площадках? Ну, типа, мельчишь, не мельчишь? Ни в коем случае не мельчишь. Чисто крупняк? Там все крупно, и я стараюсь из-за плеча все накладывать. И... В общем, все мощно, громко, рок, по факту. Расскажи, может быть, про какую-то запись, которая далась тебе сложнее всего. Было что-то такое? О, запись... Да, у меня... Я встретился с Николаем Стравинским. Вот, как-то в барчике. Ну, я понял про какого-то. Да, с закручкой пивка. Он сказал, что пишет новый материал. И раньше он, как бы, в своей пластинке постоянно сам писал барабаны. А тут решил предложить мне. Типа, скинул пару треков. Я попросил его скинуть все. Вот. И в итоге сказал, что давай я просто все запишу. Вот. И в итоге оказалось это очень сложно. Я писал два дня эти восемь треков. Потому что, ну, по музыке это была, как бы, уже такая, типа, тяжелая музыка. Вот. Которую я раньше никогда не писал. Вот. И я старался записывать ее с такой же, ну, с концертной, с мощной подачей. И, ну, это казалось тяжеловато. Вот. Ну, это очень прикольный опыт. И Коляну вообще спасибо. Рок. Понятно. А когда ты начал работать на Первом канале, ты уже пять лет? Восемь. Восемь? Восемь старый. Восемь, да. Восемь-семь, да. Четыре дня в неделю, да, ты там, получается? Да. Не надоело? Нет. Восемь. 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 Да, из-за каких-то больших концертов я отпрашиваюсь и… Нормально все? Ну, да. Не избивают тебя потом? Не, все-все-все в порядке. Все адекватные люди все-все понимают и все хорошо. Угу. Мы с тобой на базе… Просто кто не знает, Сашка репетирует свой Relo-3 у меня на базе. И теперь мы встречаемся часто. Получается. Я с тобой разговаривал о драм-соло и делился своим горем и бедой, что я не умею, ну, долго играть драм-соло, потому что мне не хватает, там, фраз. Как у тебя с этим дела? И вообще заставляют тебя играть? Или что? Тебе тоже нравится, типа… Слушай, где-то приходится… Ну, вот, например, говорили про басту. Вот Вася периодически может импровизированно, как бы, что-то, типа, сделать на концерте. Ну, помимо того, что там какие-то, типа, стопы делаются. В общем, он как дирижер работает. Так же и, например, соло. Он просто может, типа, раз, типа, а сейчас? Раз! И у тебя, типа, большая какая-то площадка, и тебе нужно сейчас срочно что-то играть. Вот. Естественно, есть какие-то, типа, заготовки, которые работают, но они есть у всех. Вот. Но, блин… Я как-то, в общем, выгребаю это все дело, но на своих старых, там, штучках. Типа, есть один могильничек, использую его. Вот. Но, вообще, да, этим надо заниматься. Я стараюсь соло играть какими-то, ну, типа, не мельчить, потому что я, в принципе, не супер какой-то техничный чувак. Вот. Я, типа, понял, что, ну, типа, надо играть какие-то фразы крупные. Вот. Ну, как бы, не знаю, как сложно объяснить. Вот. Ну, просто надо стараться больше играть, и все. Тут практика, практика. Как совсем. Ну, да. Больше практики, и все. Мы еще когда с Борисом Ионовым, вот, виделись недавно, в общем, сидели мы на базе, как раз с Петей, вот, и с Борисом Ионовым, и обсуждали с ним такую вещь. Мы пришли к выводу, что перестали смотреть просто, ну, драм-соло. А ты смотришь вообще, нет? Ну, знаешь, открываешь, там, Крис Колман играет, там, 15 минут, и я такой, что-то закрываю. Не, я не делаю такого, да. Тоже надоело, да? Ну, скучно. Ну, прошла эта волна, одно время все смотрели Госпел Чопс, все дико помешались на этом. Я сейчас вообще, по-моему, даже от Эрика Мура отписался, потому что это, ну, типа, невозможно. Сейчас чувак постоянно играет? Ну, просто что-то, как бы, чувак в день по 40 видео вот одного и того же крошил, просто скучно. Как бы, хочется, чтобы в этом была какая-то музыка. Вот. Я больше стал слушать музыку, нежели конкретно, там, как бы, барабанщика выделять оттуда. Да, естественно, как бы, я уже не послушаю музыку, как обычный человек. Я сразу обращаю внимание, там, на партии ударных, потом, типа, вот тут бас. Ну, такая, типа, пошел анализ. Вот. Но, да, ударные, типа, не основное все-таки. И, в принципе, это инструмент аккомпанирующий в основном. Ну, да. Поэтому, да, я сейчас целички не смотрю. А есть у тебя какой-то драм-сет мечты, типа, который, ну, пока не в состоянии собрать? Не в плане, что он большой, там, какая-нибудь бочка двадцать шестая, может, или что-то такое? Ну, сейчас у меня все в порядке. То есть все, что есть, тебя устраивает? Меня, в принципе, меня все устраивает. И у меня, так, ну, достаточно минималистичный сет. Вот. А то, что ты говоришь про какие-то, там, большие бочки. Или маленькие. Да. Или, наоборот, маленькие. Это, ну, просто интересно попробовать, да. Просто тоже как краска, где-то применить, где-то на студии, как бы, приколоться, поискать звук. Вот. Это, да. Так, в плане рабочего сета у меня все вообще в порядке, я упакован классно. Угу. Смысл какой-то. Как всегда, блиц, типа, отвечать надо быстро и желательно не думая. Хорошо. Поехали. Поехали. Стандартный вопрос, который начинают все американцы. Сколько барабанщиков нужно, чтобы заменить лампочку? Ну, один. И все? Да. Продолжи фразу. Россия? Водка? Медведи? Путин. Кто обычно самый тупой в группе? Басист. Кто победит, если команда Слэйр будет играть против команды Леди Гаги в регби? Слэйр, конечно. Какой подарок ты бы подарил девушке, если бы она была барабанщицей? Малый барабан. Пару палок. Пару палок, я не знаю, да, что-то такое. Возможно ли заниматься сексом под метроном? Да. Ты пробовал? Нет. Откуда ты знаешь? Не знаю. Правда ли, что обтягивающие джинсы позволяют играть быстрее на кардане? Конечно. Что случится, если Чак Норрис будет играть бласт бит? Он продлится недолго. Это все. Настало время прощаться. Сань, ну скажи что-то ребятам. Все, ребята, всем пока. Рок-косуха-сатана. Еее! С Aprомкой по Махэш. Это мастерия «Бcaолочка» Продолжение следует...